Значит, на чем мы в прошлый раз закончили. Вот рассматривались алгебры над полем. Над полем. Значит, конечномерное. Ассоциативное с единицей, но не обязательно коммутативное. И, значит, ввели понятие простой алгебры и доказали теорему. Что значит в А нет, ну а простая, это то же самое, что в А нет двусторонних идеалов. Значит, это то же самое, что любой модуль конечномерный над К. Есть сумма какого-то количества копий одного единственного неприводимого модуля. Неприводимый модуль. То есть такой самый маленький, которого нет под модулей отличных от него самого или нуля. Ну и есть темная классификация, что любая такая штука на самом деле матрицы какого-то размера над телом где-то и тело. У алгебра есть центр, значит, это поле. Ну вот отсюда, например, видно, потому что здесь центр, это диагональные матрицы, которые лежат в D и совсем коммутируют. То есть просто центр D. Значит, давайте скажем, что центральная простая алгебра над К, Центральная простая алгебра скачем ЦПА. Вот так. Давайте напишу один раз полностью. Центральная простая алгебра. Значит, это такая простая алгебра А. Вот К, у которой К, это центр. Ну, например, если у нас было какое-то расширение поля, это было бы вполне себе простой алгеброй, но центра было бы больше. То есть я требую, чтобы центр был ровно К. Вот. Значит, оказывается, что если мы хотим изучать тела, то более правильно изучать множество центральных простых алгебр. То есть, по-моему, для некоторого отношения эквивалентности. Значит, давайте введу сразу отношения эквивалентности. Значит, у нас есть две центральные простые алгебры А и А-штрих, над одним и тем же К, то говорят, что они подобные. Если, значит, каждая из них есть матрица какого-то размера над каким-то телом, это требует, чтобы тело было одинаковое. Это матрица размера Н, это матрица размера какой-то Н-штрих, над одним и тем же телом. Вот. Значит, в каждом классе подобие, значит, отношения эквивалентности, в каждом классе подобие есть ровно одно тело, которое почему-то в этой науке еще называется алгеброизделением. Что то же самое. И, значит, если мы хотим изучать тела, с таким же успехом можно изучать все алгебры с точностью до подобных. И оказывается, что на самом деле множество всех классов изоморфизма тела, или что то же самое множество всех классов подобие алгебр, естественным образом имеется в труппу группы. И если мы хотим изучить это множество, то, значит, нам надо писать соответствующую группу. Значит, почему это так? Значит, давайте я дам еще одну характеризацию того, что такое, собственно, сестраильно простая алгебра. Значит, если у нас есть любая алгебра над полем, то она действует на себе слева и справа. Значит, можно рассмотреть тензорное произведение А на А противоположную над полем. Значит, слева она действует слева, а справа она действует, значит, как правый модуль. Действие коммутирует. Поэтому все вместе получается структура модуля над А на А противоположную. А что значит структура модуля? Это значит, что у нас есть просто автоморфизмы А как векового пространства, матрицы некоторого размера. И это дело тогда отображается. Значит, такое отображение есть всегда для любой алгебры над К. И значит, лемма состоит в том, что А центральная простая алгебра над К, тогда и только тогда, когда вот это отображение изоморфизма. Доказательства. Ну, в одну сторону, значит. Сначала в эту, да. Если она центральная простая алгебра, почему это изоморфизма? Ну, давайте рассмотрим А как модуль вот на этой штуке. Тогда что такое подмодуль? А как такого модуля. Ну, это подмодуль, что замк относительно умножения на элементы А слева и справа. То есть двусторонний идеал. А по нашему предположению алгебра простая, поэтому двусторонних идеалов нет. И поэтому А как модуль над такой вещью, он еще называется B-модуль над А, неприводимо. Это просто там, на самом деле, взаимоднозначный в одну цену. Ну, а раз он неприводимо, то у нас есть замечательная теорема Джекобсона, которая сразу говорит, что отображение А сюръективно. Ну, а теперь если просто получать размерности и то и другое конечномерное векторное пространство над К, значит, если размерность А это какой-то Н, то у этого размерность Н квадрат, просто векторное пространство. Ну, и у этого размерность Н квадрат, потому что это на произведение двух пространств размерности Н. И значит, они одинаковые размерности, раз отображение сюръективно, оно также инъективно и изоморфизмно. Это в эту сторону. А в эту сторону, значит, пускай А изоморфизм. Докажем, что нет идеалов. Ну, в самом деле, если у нас есть какой-то идеал здесь, нетривиальный, двусторонний, то он, как мы только что обсуждали, задает подмодуль здесь. То есть образ отображения А, каким элементом здесь или здесь мы не подействуем, на самом деле образ А, всегда будет таким эндоморфизмом, который просто как верхнее пространство сохраняет И. То есть есть дополнительные условия, что это не просто калинейный эндоморфизм А, а еще и сохраняющий пространство И. Но это, если не тривиально, это собственная подалгебра, потому что не любая матрица сохраняет подпространство. То есть есть любое подпространство, значит, размерности не ноли, не все. Всегда можно найти такую матрицу, которая не сохраняет его. Поэтому образ А лежит в собственном подпространстве здесь, и А не сирективен. Ну а если мы знаем, что она сирективна, значит, идеалов нет, это самая алгебра простая. Замечательно. И из-за этого сразу теперь есть следствие. Что если у нас есть А и А' которые центральные простые алгебры над К, то их тензорное произведение тоже алгебра, она тоже центральные простые алгебры над К. Ну просто потому что соответствующее отображение будет очевидным тензорным произведением отображения для того и для другого. Если бы это изоморфизм, то это изоморфизм. То есть это самый тонкий момент, потому что, в принципе, если мы возьмем две простые алгебры над полем К, не центральные, их перемножим, то может получиться черти что. Даже если мы возьмем два поля, то может так получиться, ну, характеристики П, правда, что в ответе получится нечто такое совсем непростое и, в общем, довольно неприятное. Но если они центральные, то есть если К в точке совпадает с центром, то вот есть такая теория. Ну, отлично. Значит, теперь обозначим через БР от К множество классов подобия центральных простых алгебр над нашим полем и определение, что это БР называется группой Брауэра. Брауэра поля К. Значит, операция групповая здесь сдается просто произведением. Значит, мы не можем работать просто с телами, потому что если мы возьмем два тела и их перемножим, то, в результате, не обязаны мы получить тело. Может получиться просто какая-то матричная алгебра. И крайний случай, если мы возьмем тело Д и помножим на Д противоположное. Это тоже, естественно, тело, но другое вообще говоря. Если мы их перемножим, то, собственно, по этой вот теореме получится просто матричная алгебра, собственно, от К. А что это значит? Это значит, что вот есть такой групповой закон, по отношению к нему К является единицей, а вот это дает обратный элемент. Потому что есть какой-то класс подобия, выбираем в нем тело, берем противоположное и получаем, что их произведение точно до подобия от само К. Поэтому это дело группа. Но она коммутативна, естественно, потому что произведение коммутативное. Перемножим в другом порядке, алгебра вывода изоморфы. Вот. И все наши рассмотрения, например, про конечное поле на самом деле доказывают, что если по-научному говорить, значит, мы доказали, что группа Брауэр от конечного поля равно нулю. А вообще, говорят, для других полей группа Брауэр может не равно нулю, это важный вариант, который там много где появляется. Хорошо. Значит, давайте теперь я научно докажу вот этот же самый факт, который мы доказали просто некоторым, ну, по сути, трюком. И потом продемонстрирую, что будет, если мы возьмем некоторое другое поле, и почему аргумент нарушится, и почему могут быть действительно нетривиальные тела. Значит, наблюдение первое, что если у нас есть наблюдение. Во-первых, если К логеварически замкнуто, то группа Брауэра равна нулю. Ну, это понятно, потому что, значит, что группа Брауэр не равна нулю. Значит, есть какое-то тело, содержащее К. Но, если мы возьмем здесь какой-нибудь один элемент, добавим его К, то получится все равно поле. Все будет коммутировать, потому что это центр, оно совсем коммутирует. Взяли один элемент, элемент с собой, естественно, коммутирует, значит, получили некоторое подполье. Но, поскольку это алгебрически замкнуто, то К-штрих равно К. И это значит, что никого элемента добавить сюда нельзя. Значит, что никаких лишних элементов в Д просто нет. Значит, второе наблюдение, что если у нас есть какое-то расширение полей, и есть какая-то центрально простая алгебра на поле МК, то, когда мы помножим ее на К-штрих, то получится центрально простая алгебра на К-штрих. Это видно, собственно, из того же самого аргумента, вот из того критерия. Опять-таки, отображение будет практически то же самое. Поэтому, например, значит, всегда можно сделать следующее. Вот у нас есть какая-то может быть нетривиальная простая алгебра, если у нас есть какая-то простая алгебра полем, то если мы ее помножим на алгебраическое замыкание этого поля, то там уж это точно будет тривиальной стороны простая алгебра, то есть подобная К, то есть просто алгебра Матрия из какого-то размера. Ну, что-то из этого непосредственно очевидно. Например, сразу очевидно, что размерность А, как я, пространство натка, это полный квадрат, квадрат числа n. Потому что до этого момента мы вообще не знали, какие будут тела, может быть, бывают такие тела, у которых какая-то размерность другая. Ну, оказывается, что они все тем не менее квадраты. Ну, и здесь я вообще-то требовал алгебраического замыкания, которое, к сожалению, не конечное решение. Я напомню, некоторые башни. Но третье наблюдение состоит в том, что на самом деле здесь можно взять какое-то конечное решение, в зависимости уже от А. Ну, потому что что такое тезоморфизм? Ну, это некоторое отображение из А калинейная в алгебру Матрица. Ну, которое потом, значит, может даже помножить, оно при нейнется и продолжит из А калинейной. Чтобы его задать, надо выбрать здесь какой-то базис, да, и каждому элементу базиса сопоставить какую-то матрицу. То есть, такое отображение задается просто набором, конечным набором матрицы конечного размера. То есть, в конечном счете, у нас просто меняется какое-то число, какое-то конечное число чисел. Большое, но конечное. всего дельта определяется конечным набором элементов ка с палочкой. Конечным множеством элементов ка с чертой. Если мы возьмем теперь ка штрих здесь, который содержит все эти элементы, то как только мы помножим на ка штрих, уже это отображение появится и станет изоморфизмом. То есть, это отображение на самом деле определено, научно это говорит, что такое отображение определено над конечным подполем ка с чертой. Вот. Содержит все матричные элементы матрицы. Поэтому в этой теореме можно ограничиться просто конечным решением пари. И, значит, теперь стратегия изучения вопроса в части доказательства вот этого. Стоит в том, что мы расширили, получили такую алгебру матрицы, а теперь попытаемся обратно этот изоморфизм ужать для того, чтобы получить изоморфизм на ка. И мы можем смотреть, какие к этому есть препятствия. Значит, и прежде чем ужимать изоморфизм и алгебр, как здесь, давайте посмотрим, что происходит просто с векторным пространством. По-научному это называется теория спуска. И это вообще в геометрии очень такой сплошь и рядом появляющийся трюк, ну или не знаю, набор идей, а в теории числа называется теремогидр-390. Значит, в принципе, мне это нужно для тока конечного поля, но я хочу немножко более общего рассказать, что происходит, потому что вещь совершенно общая. Ситуация такая, в которой я буду работать. у нас есть какое-то расширение полей конечных. Я требую, чтобы оно было расширением ГЛОА, что, как я мельком упомянул вчера, значит, что у него достаточно много автоморфизмов. То есть, у нас, если возьмем группу автоморфизмов К с чертой над К, то есть, если мы вот так обозначим это дело, то, во-первых, инварианты действия же это в точности К, то есть, любой элемент здесь, не принадлежащий К, можно как-то подвинуть автоморфизм. Ну, и само К-штрих, рассмотренное как представление группы Ж над полем К, значит, можно сказать еще, что число элементов Ж это размерность К-штрих над К, что называется еще степень расширения, и более того, К-штрих, как представление Ж изоморфно-регулярного представления, то есть, можно выбрать здесь базис как векового пространства, знамерованные элементами группы, так что группа будет просто эти элементы представлять друг друга на численное множение. То есть, это сумма каких-то копий К, знамерованных элементами Ж, и группа действует на этом так, что Ж-штрих умножить на КЖ переводит его изоморфно-регулярного КЖ-штриха. Как я говорил, есть общая теория ГЛОА, которая говорит, что такого всегда можно добиться, если какое-то расширение, ну, с одним условием не будет сейчас говорить, в случае конечного поля любое расширение, то его можно выложить в расширение ГЛОА. В случае конечного поля, собственно, ничего даже делать не надо, любое расширение, как мы видели, расширение ГЛОА, а группа порождена в том, что это Фрабиниус. Если у нас есть какое-то векторное пространство над К, то можно его сопоставить В-штрих, полученный ТЗН-произведением на К-штрих, это будет векторное пространство над К-штрих и на нем будет действовать группа G. Просто она действует в ТЗН-произведении на этот со множитель. Значит, G действует на В-штрих. Причем, как она действует? Ну, не то, что она действует на линейными отображениями, она действует полулинейными отображениями. То есть, если мы возьмем какой-то вектор, помножим на какое-то число, то у нас получится G от В помножить на G, примененное к этому самому числу, которое лежит в К-штрихе. То есть, это линейно по отношению к умножению элементов СК, а СК-штрих вот так полулинейнее. И, зная вот это, можно установить обратно В, просто как множество инвариантных векторов. В-штрихе записывается вот так. Теперь пусть мы знаем эту часть, но не знаем вот эту. Значит, теорема. Теорема Гильберта 90. Она в каком-то трактате была, наверное, хотя принадлежит вообще Пуммеру и была на 50 лет раньше. Но называем название стандартное. Значит, пусть в такой ситуации решение Гугла есть В-штрих, векторное пространство над К-штрих с действием G, который полулинейный. С полулинейным. действием G. Тогда В-штрих и заморф на следующем. Надо взять просто инварианты относительно G. Это будет уже векторное пространство над К-штриха. Какое-то. Априори, оно могло быть вообще пустое. Я не знаю. Может, нет вариантов векторов. Только 0. Но оказывается, что нет. Что вот это просто достаточно большое. и на самом деле мы автоматически всегда вот в такой ситуации. Хорошо. Давайте я это докажу. Значит, в принципе, у Гильберта с определенностью ради эта теорема была только до случая, когда группа G циклическая. То есть, прожжена одним элементом. Ну, что, в принципе, нас бы устроило, потому что у нас в конечном поле группа всегда циклическая. Но явление совершенно общее. И у Гильберта было некоторое доказательство, которое, ну, какая-то там формула выписывается, которое я не могу понять. Поэтому я дам немножко более абстрактное доказательство, которое работает в общем случае, которое, мне кажется, понятнее. Значит, доказательства. Значит, тут важное наблюдение такое, что если мы возьмем В штрих инварианты G и потом помножим это корректное пространство, да? Или это на 2 штрих, кстати, написано, прошу прощения. И потом помножим на К штрих, то это то же самое, что если сначала помножить, а потом взять инварианты G. То есть умножение на поле над подполем коммутирует с переходом со связием инвариантов. Ну, значит, это надо проверить. Общий принцип такой, что если есть какое-то отображение методных пространств, у него есть какое-то ядро, то после того, как мы умножим на К штрих, ядро умножится на К штрих. Проверяется, не знаю, выбором базиса, например. Вот. И научное название, что умножение на К штрих это точный функтор или что К штрих плоско на К. Ну, это имеет смысл ввести такое определение, потому что на самом деле ситуация очень общая. Бывают ситуации, когда у вас это не поля, а какие-то, значит, там кольца. И иногда такое тоже верно. Но в случае полей это доказывается просто совсем руками. Так вот, значит, мне нужно изучить ясное дело вот это в моей задаче. Это, конечно, это В штрих. Вместо этого я буду изучать вот это. Как я его буду? изучать. Что вообще вот это такое? Значит, это, конечно, векторно-пространство К штрих, то, что мы умножили на К штрих. Но кроме того, в самой В штрих тоже было векторно-пространство К штрих. Поэтому это дело это модуль над таким тензерно-произведением К штрих помножить на себя на втал. Вот. Значит, дальше оказывается, что в случае, когда К штрих решение Глуа, вот это хозяйство просто изоморфно, как алгебра в сумме копий К штрих заномерованных элементами G. То есть, можно отождествить эту алгебру с просто множеством наборов элементов лямбда 1, лямбда, и так далее, значит, лямбда G, где это какие-то числа из К штрих, это элементы группы умножения почленных. Значит, на самом деле, вот это вот, это эквивалентно тому определению решения Глуа, которое я давал, тоже можно проверить. Вот. И, грубо говоря, это происходит по следующей причине. Но давайте рассмотрим ситуацию, когда К штрих есть расширение К, полученное произведением некоторого полинома. тогда в ситуации расширения Глуа этот полином здесь полностью разложится. То есть, у него появятся все корни. Теперь, такое тензинное произведение, то есть, если посмотреть, на самом деле, получается присоединением К штрих корней того же полинома П. То есть, мы рассматриваем К штрих от Х алгебру фактор по идеалу порожденного П. это уже не будет поле, потому что полином перестал быть неприводим. Но поскольку он на самом деле разложится на линейные сомножители, это будет просто как раз то, что здесь написано. Линейные сомножители будет столько, сколько какова размерность, какова степень расширения. Их можно наберывать элементами группы. По крайней мере, в случае конечного поля все это можно выглядеть совершенно непосредственно и очевидно. Мы это видели, что во-первых, любое расширение порождается одним полиномом, каким-то неприводимым. Во-вторых, когда мы рассмотрим над этим полем, он уже полностью разложится. У него здесь есть столько корней, сколько в принципе может быть. Группа их представляет. Поэтому здесь будет просто сумма копий поля. А группа G на этом деле будет действовать просто перестановками на этом множестве. Ну, хорошо. Значит, теперь вот это хозяйство, это модуль над вот такой алгеброй, которая просто прямая сумма нескольких алгебр. И поэтому ее можно разложить просто прямую сумму каких-то модулей каждой над своей алгеброй. Ну, например, можно заметить, что единица в этой алгебре это такой набор 1, 1, 1, да? Вот. А есть элементы вида 0, 0, 0 и единица только в каком-то же этом месте, обозначивая EG. Значит, это EG в квадрате равно себе. это патентный элемент. Единица равна сумме EG по всем G. Ну, если мы теперь возьмем в качестве VG образ вида патента, то вот получим как раз такое разложение. Значит, каждый элемент V возлагается в сумму EG на V, где вот это лежит вот V, а это векторное пространство над соответствующей копией поля К-штрих, сняющей здесь. Значит, вот так выглядит наше V. Так мы его разложили, а G просто из условия полулинейности вытекает, что G действует перестановками. G переводит VG-штрих в какое-то, значит, V для какого-то G-штрих в G-штрих. Ну, и теперь отсюда уже сразу понятно, что если почитать инварианты, то инварианты векторов будет ровно столько же, сколько там любая из компонентов. это, естественно, отождествляется, например, с компонентами V1. Ну, потому что, действительно, возьмем какой-то вектор из V1 V0, да, а дальше надо его продолжить до инвариантного вектора. Ну, понятно как, надо произвести элементы G и разнести его по всему хозяйству. это переходит в V G от V. И это всегда можно сделать однозначно, просто написать G от V в каждом куске. Вот. Вот такое доказательство. Оно выглядит трюком, но для разнообразия вот этот трюк довольно общий. То есть, это очень сильно обобщается вместе с доказательством. Ну, хорошо, значит. Значит, дальше я хочу немножко ограничить общность. И пусть теперь ситуация такая. Значит, у меня А центральная простая алгебра над полем К какой-то размерности D в квадрате. Мы уже знаем, что это полный квадрат отсюда. Значит, пускай она расщепляется, то есть, становится заморожной матрией, над каким-то расширением это расширение Галуа, как в этой теореме, с циклической группой G. В какой-то степени M. Значит, G порождена, образующую G я назову Сигму. Такая ситуация, и мы знаем, что А разрыв помножить на К-штрих есть матричный размер D. Мы хотим попробовать доказать, что само А тоже матричный алгебра. Вот как здесь. Значит, чтобы доказать, что некоторые статурально-простые алгебры на самом деле матричные, достаточно построить на ней достаточно маленький модуль. То есть, если она размерность N квадрат, если у нас есть модуль над ней, который размерности N над базовым полем, это созвучит отображение действия из алгебры в эндоморфизм модуля, будет изоморфизмом просто соображением размерности. И мы все доказали. Вот у нас есть модуль M, непреводимый модуль над вот этой алгеброй. Модуль над этой матричной алгеброй просто размерности D. Вот. И хотим с помощью вот этой технологии представить произведение чего-то на отказы накажет их. И для этого нам нужно, конечно, полулинейное действие группы. То есть, учитывая, что группа у нас задана одной образующей порождена, нужно построить один полулинейный изоморфизм. Значит, давайте посмотрим модуль M-Sigma сначала, который получается так. Значит, это M, на котором мы подкрутим действия нашей алгебры. M с действием алгебры, подкрученной на Sigma. Значит, таким. A помножить на M мы полагаем равным Sigma от A на M. Потому что сама алгебра у нас получается решение скаляров, получается тензор на K-штрих, поэтому здесь действует группа ГЛОА. Есть автоморфизм Sigma. Значит, мы можем применить его здесь и получить модуль, вообще говоря, Из опыта соображения, может быть, другой. Но это тоже будет модуль той же самой размерности, тоже неприводимый. И поскольку алгебра простая, они должны быть изоморфны как-то. Значит, есть некоторый изоморфизм между M и M Sigma. Что это значит иными словами? M и M Sigma корректное пространство разумеется одинаково по построению. Там просто есть алгебра. Так вот, имеется, значит, такое отображение F из M себя такое, что F от A M, где A это элемент алгебры M элемент модуля, не равно A на F от M, а равно Sigma от A на F от M. у нас есть такое отображение. То есть, это просто наши условия полулинеяности. И казалось бы, значит, все очень хорошо, и мы бы совершенно все победили, но проблема в том, что нам нужна не просто группа, порожденная одним элементом, ациклическая группа порядка M. То есть, можно писать F в M это будет некоторый автоморфизм M и F в M будет уже просто линейный автоморфизм M. Потому что Sigma в M равно единице. но у модулей может быть нетривиальный линейный автоморфизм M и умножение на число. То есть, на самом деле F в M равно лямбда на единицу, но это лямбда это некоторое число, которое лежит ну, обратимое, значит, лежит в K-штрих со звездочкой, обратимый элемент K-штрих. И что можно про него сказать? Ну, сразу можно сказать, что оно лежит на самом деле не в K-штрих со звездочкой, а в K-штрих со звездочкой, потому что если мы рассмотрим F в M плюс 1, применим его к такому-нибудь элементу M. с одной стороны это F в M примененное к F от M, то есть, это равно по определению лямбда F от M. А с другой стороны это равно F примененное к F в M равно F от лямбда M, а это по полулинейности равно сигма от лямбда F от M. то есть, лямбда, которая получается здесь, должно быть автоматически инвариантно относительно сигма, но, как я сказал, в ситуации расширения гула единственные инвариантные векторы это те, которые лежат в маленьком поле. То есть, лямбда принадлежит K-штрих. Более того, значит, на самом деле тут есть у нас некоторая свобода действий, потому что выбор этого F, сам выбор этого F, он неоднозначный. Я сказал, что у нас есть какой-то изоморфизм, какой нам совершенно не важно. И мы любой изоморфизм можем заменить, помножить на число. Значит, если мы F, если мы возьмем какое-то число мю в K-штрих со звездочкой, и мы заменим F на произведение мю F, все, значит, все как бы сработает. Давайте посмотрим, что как-то повлияет на лям. Ну, я скажу сразу ответ. Есть такое каноническое отображение, называется отображение нормы с K-штрих над K мультипликативное из K-штрих со звездочкой в K-штрих со звездочкой, которое просто берет любой элемент и переводит его в такое усреднение по группе. Значит, смножить на сигму квадрат от мю и так далее, до сигма в n-1 от мю. Значит, на самом деле здесь, до определения этого отображения даже не важно, что группа циклическая. Для любого расширения глуа можно взять такую усреднение. И понятно, что если мы теперь подействуем сигмой сюда, то эта вещь не изменится, потому что просто со множителя как-то переставится, порядок поменяется, останется то же самое. То есть, это норма. Ну и, значит, сигма от этой нормы от мю равна весь самой. То есть, это действительно лежит в K-штрихе. И, значит, просто раскрыв все скобки, просто посчитав f степенью n и заменив f на мю f, мы увидим, что лямбда при этом умножится на, значит, будет лямбда помножить на норму элемента мю. Вот. То есть, что-то мы можем сделать с лямбдой, если нам повезет. Но бывает ситуация, когда этого недостаточно. Сделать, на самом деле, ничего нельзя. И сам сам первая такая ситуация, это, собственно, сама обычная алгебра квадронионов над вещественными числами. Значит, давайте посмотрим, что там происходит. Ну, мы знаем, что алгебра в тело, поэтому ничего не должно получиться. Давайте посмотрим, как именно оно не получается. Значит, K равно R, K штрих равно C. Какие автоморфизмы C на R? Один автоморфизм комплектное сопряжение, то есть, это расширение галуа с группой просто Z по 2Z. То есть, берем алгебру H, алгебру квадронионов. И, значит, если проделать вот эти все, значит, рассуждения, то можно посчитать, что получится, что лямбда равно минус единице. При этом отображение нормы, если просто посмотреть по определению, значит, два сомножителя, значит, Z на Z сопряженное. Значит, Z переходит в Z на Z сопряженное. То есть, квадрат модуля. И отображение не селективное. Вот положительные числа можно так записать, а отписать на нельзя. Значит, поэтому эту лямбду можно вообще, в принципе, домножить на любое положительное число, но сделать ее равной единице нельзя. И все. И, значит, этот самый аргумент не работает. Ну, что, собственно, мы и видим, потому что действительно имеется нейтральное тикло. Так вот, а в случае с конечным полем, оказывается, тем не менее, что все хорошо. И, собственно, это и доказывает теорему. Значит, пусть наоборот K – это какое-то конечное поле, K – значит, какое-то его расширение. Q – 3. Q – 3 равно Q – 3. Значит, я утверждаю, что отображение нормы серъективное. И это, на самом деле, очень легко увидеть, потому что, если все это расписать, мы знаем, что группа головоциклическая порождена отображением фрабинистов, возведение в П-тую степень. Ну, в П-тую степень она была бы, если бы у нас было здесь ФП, а так будет в Q-тую степень. Значит, поэтому эта норма от какого-то элемента мю равна мю умножить на мю в степени Q, это сигма от мю, умножить на мю в степени Q квадрат, это сигма квадрата, а мы два раза взяли в степень Q, и так далее. Ну, все это отлично можно перемножить, да, и увидеть, что это мю в степени 1 плюс Q плюс Q квадрат и так далее, то есть Q в степени N минус 1 поделить на Q минус 1. Ну, я напомню, что обе группы, вот эти, это циклические группы, значит, эта группа порядка Q минус 1, а эта группа порядка как раз Q в степени N минус 1. И отображение здесь просто, значит, умножение на вот это число. Ну, и, понятное дело, она сервития. Селективно. Ну, все, значит, на этом завершается доказательство, потому что кольцкого родила так обстоят, можно сделать всю эту процедуру, получить какое-то лямбда, но дальше подобрать мю, так что лямбда будет равно его норме. И после того, как мы здесь F поправим на мю, лямбда станет равна единице. И, значит, наш алгебр станет матричный. Вот такое, значит, другое доказательство, того, что самоутверждение чуть более может быть научное. Значит, давайте скажу, какие части, насколько, какие части этого общие. Значит, понятие группы Брауэр, как я говорил, совершенно общая. Теорем Гильдзуга 90 совершенно общая, то есть, любого расширения ГВА работает. Вот этот аргумент, на самом деле, ну, тоже довольно общий. То есть, я здесь как бы в одну сторону доказал, то есть, я доказал, что если, скажем, отображение нормы сюрреактивно, то все хорошо, то группа Брауэр равна нулю. Но на самом деле, можно, конечно, если группа ГВА циклическая, то это, во-первых, препятствие, во-вторых, значит, это реально препятствие, да? Значит, если Ж циклическая, то коядро отображения нормы действительно является препятствием к расщеплению санкт-постых алгебр. на самом деле, здесь надо взять, по-видимому, алгебрическое замыкание. Оно есть объединение конечных полей, на каждом конечном поле можно определить норму вот так, оно правильшее согласовано. Ну, в общем, тут есть некоторая тонкость с тем, что здесь я ограничиваюсь каким-то одним расширением. Поэтому я не хочу здесь даже точную формулировку говорить, она немножко, значит, нетривиальна. Но, по сути, ситуация ровно такая. Сейчас, если у нас есть какое-то расширение, значит, там есть кое-дро нормы, то отсюда можно получить нетривиальную тему. Хорошо, значит, ну, и такой еще некоторый кусок, который совсем общий про группу Broward, он такой. Значит, как я говорю, здесь у нас есть некоторая свобода в выборе такого F. А, в принципе, мы могли бы тот же самый аргумент пытаться сделать в ситуации, когда у нас не циклическая группа Глуа. Значит, могли бы брать группу Глуа-Ж и строить полулинейное действие на каждого элемента Ж. То есть, мы могли бы взять, опять-таки, простой модуль наш М и построить какой-то Ж с волной из М в М, подкрученное на Ж. Проблемы у нас были бы в том, что, если бы мы взяли Ж1 с волной и помножим на Ж2 с волной, то это получилось бы Ж1-Ж2 с волной с точностью до некоторого коэффициента. С от Ж1-Ж2. И за то, чтобы здесь получилось сточести единиц, нужно было бы бороться, и не всегда бы это получилось. Вот. там можно быть условия, которые он удовлетворяет, и это будет примерно там, что называется два К-цикла. А все вместе описывается тем, что называется вторая группа кагомологии группы ЖСК коэффициентами со звездочкой. Я это говорю, я не собираюсь сейчас, чтобы это хорошо рассказать, тут нужно некоторую науку разводить. Я не хочу этого делать, но просто говорю это из соображения честности, чтобы вы знали, что вот, вообще говоря, это оно. Ну и одна вещь, которую можно наблюдать непосредственно, вот какая. Значит, давайте не будем выбирать такие подъемы, а рассмотрим просто множество всех возможных подъемов. Значит, как я говорил, тут выбор неоднозначный, потому что они отличаются на константу. Значит, пусть ЖС волной это множество пар. значит, Ж, который элемент группы, и плюс какой-то подъем ЖС волной. Изморфизм из МЖ. Тогда можно проверить, что тогда на этом деле возникает естественно тоже структура группы. Значит, есть отображение из ЖС волной в Ж, которое просто забывает вот эту часть оставляет только уже. Это будет отображение групповое. У него будет ядро, элемент, который переходит в один. Элемент, который переходит в один, это значит пары, где это просто единицы в группе. А это просто какое-то число, любое. И ядро будет на самом деле множество вот этих самых чисел. число должно быть не нулевое, а операция там умножения, поэтому это будет обратимый элемент в К-штрих. Ну и вот образование такого вида называется расширение МЖ с помощью такого же модуля. И задача о квадратных алгебрах может показать, что она эквивалентна задачи о классификации таких расширений. Для чего есть какие-то уже может быть другие потом методы. В общем, такая получается эквивалентность. Ну хорошо. И последнее я обещал примеры какие-то, когда вся эта наука становится сильно нетривиальной. Давайте сначала приведу пример, когда наука таки тривиальна, а потом приведу пример, когда она нетривиальная. Значит, определение. поле К есть поле типа С1. Если любых Д и Н, таких, что Д строго меньше Н, и любого однородного многочленного полинома F оттен переменных степени Д, у этого полинома есть нетривиальные наборы решений. Значит, он однородный, поэтому если поставить нули, получится ноль. есть X1, Xn, которые все не равны нулю, такие, что F равно нулю. это на удивление старое понятие, это придумал такой человек Цен, который по-русски по-видимому пишется так, Цен. Китайский математик там, я не знаю, двадцатых годов. Первый китайский математик вообще. И примеры, значит, примеры поля вида С1. Во-первых, конечное поле имеет тип С1. Это такая теорема Шевали Варнинга. Я не буду это доказывать, а оставлю в качестве упражнения, если кто-то хочет упражнения. И такой наводящий вопрос к этому упражнению надо доказать, потому что число решений этого уравнения делится на Q. Поскольку у нас есть ноль, может быть, еще и не ноль, чтобы все вместе делилось на Q. Но, в принципе, это довольно простое доказательство, когда его запишешь. В один абзац занимает. Но придумать это я не уверен, что так уж легко. А второй пример такой. Значит, давайте возьмем Fp с чертой или вообще любое алгебрадическое поле, алгебрадическое замкнутое поле. И рассмотрим ряды Лоран от одной переменной x. То есть, такие ряды сумма x в n-ой, где n может стремиться к плюс бесконечности, может быть отрицательным, но ограниченный снизу какой-то константой. а n равно нулю, значит, n, как это сказать, а n равно нулю при n сильно меньше нулю. Это тоже поле. Ну, что понятно, если у вас есть такой формальный ряд, который начинается с единицы, то обратный ряд можно писать просто по индукции. ну и само x обратимо, потому что можно писать x-1, поэтому, значит, любой элемент обратимо. И оказывается, что оно типа c1. Это как раз немножко легче доказать, чем вот это, по крайней мере, придумать. Ну, потому что вы пишете вот формулу, что f от вот этих вещей равно нулю, а все эти вещи, эти элементы этого поля, то есть это тоже полиномы какой-то степени, формально ряды, какой-то степени от образующей x. Ну, и дальше вы играете с тем, что ограничивает эту степень, значит, и в конечном счете все сводится к решению уравнения над логоварически замкнутым полем, которое есть. Вот. Значит, еще здесь можно рассмотреть не только такое, а можно рассмотреть k от x. Это, значит, рациональные функции над k от переменной, тоже целью. И вот все эти поля тоже тип c1. Значит, и теорема, что если у вас есть поле c1, то группа правой равна нулю. Если k тип c1, то группа правора равна нулю. Значит, для доказательства нужен один факт про конечные поля, который, про степени прострологии, который я пока не говорил. Давайте я вам скажу, после чего доказательства станет очевидно. Вот если у нас есть просто матрицы, да, размера n давайте рассмотрим обратимые матрицы, да, то есть g, лен, хотя можно было бы и все. Тогда имеется замечательное отображение просто в k со звездочкой, а именно детерминат, определитель. Значит, оказывается, что если у вас есть более общер, если у вас есть просто любая цепрально-простая алгебра от k, то у нее имеется такое же мультипулятивное отображение. В общем, такое, что если мы умножим это дело на какое-нибудь алгебрическое замыкание или на какое-нибудь поле, после которого алгебра расщепится, то получится детерминат. то есть, если, значит, рассматривать, если взять а помножить на какой-то k штрих, после чего он станет матричной алгеброй, и рассмотреть здесь отображение детермината обычного поделителя в k штрих, то на самом деле если мы начинали с а какого-то элемента здесь, ну элементы здесь это линейная комбинация элементов а с коэффициентами с k штрих, но если начать с элемента а, то получится элемент k. Как это правильно сказать? вот так, что он вкладывается сюда, значит, на самом деле имеется отображение детермината, зависящее от а, что вот есть такая совместимость. Ну и доказывается оно примерно таким же способом, как Гильберт 90, значит, идея в том, что надо покачивать, что есть какой-то элемент а здесь, то после того, как мы все это сделаем, оболочим элемент не k штрих, а на самом деле k. Значит, может продолжить это расширение Галуа, тогда k это будут инварианты относительно g, и нужно показать, что образ инвариантен относительно g. а для этого, значит, это здесь лежит просто как инвариант естественного действия g здесь, и по сути надо доказать, что этот терминант сам мистик с действием g, то есть надо доказать, что терминант от сигмы от чего-то там равно сигма до терминанта g, пардон, у нас общая группа голова, да, равно g от терминанта это вообще гранит тривиально, потому что про это отождествление мы ничего не знаем, мы просто почитать не можем. И делается следующее замечание, что давайте возьмем какой-то элемент и подкрутим отображение от терминанта. Вот у нас есть отображение от терминанта мультипликативное сюда, а можно подкрутить его на g, получить другое отображение. Да, значит, то, что от терминанта g от a по определению равен g-1 от на самом деле эта штука имеет такой же вид, только для другого выбора этого отображения. Можно это отображение подкрутить на g. Ну и дальше замечается, что в конечном счете получится, что у нас есть детерминант, и детерминант подкручен на какой-то автоморфизм этой алгебры. А дальше доказывается теорема о том, что любой автоморфизм матричной алгебры на самом деле внутренний, то есть получается сопряжение на какую-то матрицу. И поэтому, когда мы возьмем детерминант, то это абсолютно каноническое отображение. Если у нас есть какой-то изоморфизм матричной алгебры над любым полем с собой, какой-то автоморфизм, то автоматически всегда детерминант f от a любого a равен детерминант a. потому что f на самом деле получается сопряжение с какой-то обратимой матриц. А то, что любой автоморфизм матричной алгебры имеет такой вид, это тоже полезное упражнение. Ну вот. И значит, после этого что получается? Вот у нас есть такое отображение детерминанта. Значит, и давайте докажу теорему. Кроме, две строчки. Значит, пускай у нас есть какое-то тело нетривиальное над К. Я хочу доказать, что такого не бывает. детерминанта. Значит, пускай оно какого-то размерности n квадрата. Тогда я пишу отображение детерминанта. Достаточно найти ненулевой элемент здесь, который перейдет в ноль, потому что тогда он не может быть обратимым. Ну и замечается, что это отображение, если писать его в каком-то базисе здесь, это отображение степени n, то есть это полином в степени n. Полином в степени n от n квадрат переменных. И как раз по условию c1 у него есть нетривиальное решение, потому что n меньше n квадрата. Вот. Заодно это дает еще одно доказательство того, что в конечном поле нету группы Брауэра. Потому что конечный поле типа c1, значит, вот такой аргумент поменим. Вот. Значит, поэтому группа Брауэра равна нулю для fq и для fq гибридическое замыкание от одной переменной. Значит, и чему же, что можно сказать про ряды от одной переменной, но не над гибридическим замыканием, а над самим fq. здесь оказывается, что у нас имеется большая богатство. ответ на самом деле, что это равно фактору группы q по группе z, которую можно отождествить со всеми рациональными числами от 0 до 1, исключая 1. То есть, она на самом деле очень большая. Вот. И что происходит на самом деле, можно понять из наших рассмотрений для конечного поля. Значит, смотрите, поскольку у нас есть какая-то а над этим самым fq от t, значит, центральная простая алгебра, значит, поскольку у этого дела группы Брауэра нет, мы знаем, что если а просто помножить, значит, это есть расширение вот этого, если помножить сюда, то эта алгебра станет матричной. значит, что-то же самое, значит, можно сказать, что а помножить над fq на fq с чертой. То есть, это матричная алгебра над вот таким полем. А дальше можно применять те же самые рассуждения, что у нас уже были, пытаться применять, значит, потому что это как раз расширение глуа, ну, просто такое же, как расширение просто конечных полей. Там тоже есть отображение фрабиниуса, значит, соответствующее, и циклическая группа глуа, значит, есть это самое сигма, и можно делать f, я напомню, из m в m7. И, значит, будет такая же история, будет тоже некоторая лямбда, которая лежит в конечном счете в литерпикативной группе нашего поля лидофлорана. И нужно представить ее как норму чего-то там. И если бы, значит, это было просто число из fq, то, как мы знаем, оно является нормой. Значит, мы написали как. Ну, если у нас есть, например, t в степени l, значит, а как устроена норма вообще? Ну, на коэффициентах она такая же, что была, а t она возводит в степень, потому что t инвариант относительно сигмы, поэтому она просто возводится в степень. Поэтому, если у нас есть какое-то, значит, расширение полей степени n, имеется, значит, fq' вот t, и fq от t, если это отображение нормы, то норма от t равна просто t в степени n. И поэтому, если просто взять лямбду равно t в степени l, где l – это некоторое целое число от нуля до n, то это дело никогда нормы не будет. и, собственно, вот это и дает некоторый инвариант, значит, называется инвариант страильной простой алгебры, который, можно доказать, полностью ее характеризуется точно подобие. Но действительно, если инвариант не равен нулю, то алгебра неправильная. То есть на d у нас такое тело кватронионов было только одно, а если мы рассмотрим вот такое поле, то на днем их будет уже очень много, которые будут отвечать в все эмоциональные числа. Значит, обычные кватронионы ранга 2, они будут, ну, ранга 4, да, они будут отвечать, у них будет инвариант 1-2. Ну, да. Ну и, значит, аналогично, хотя это немножко потруднее доказывается, можно доказать, что если вместо револфоран от одной переменной над конечным полем рассмотреть периодические числа, то ответ будет тот же самый. Ну и по похожим причинам, значит, там тоже можно взять циклическое расширение, значит, тоже можно взять какой-то, то есть проделать тот же самый трюк, но только вместо t в степени, вместо t будет p. Значит, у вас будет там f, будет лямбда равно p в какой-то степени l, и если l слишком маленькая, то норма она не будет никогда. Вот. И вот это обстоятельство, оказывается, очень важно на счет теории чисел. Когда вы начинаете изучать ангибридическую теорию чисел, то есть, по сути, теорию конечных решений поля q, то, во-первых, оказывается, важно посмотреть на разные периодические пополнения, посмотреть, что происходит в разных простых числах. И, значит, оказывается, что группа Брауэр это важный вариант каждого числа. И то, что вот оно вот так, во всех p, в науке довольно сильно используется. Значит, я думаю, что это все, что я хотел вам поведать. это все, что я хотел вам поведать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,